Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов, родной земли. В темном небе, когда дождик, дети в небе скучают, Он варежки надевает и превращается в снежинки. Точно так, как сейчас у нас за окошком. Какой месяц у нас за окном? Ноябрь. Последний третий месяц нашей осени. Кто помнит, как называется первый месяц? Сентябрь. Потом второй октябрь. И третий октябрь. Ноябрь. И получается волшебное слово. С-О-Н. С-О-Н. Потому что наша природа вместе с осенью готовится ко сну. Много всего выросло. Все это было собрано. И теперь природа потихоньку раздевается, укрывается, ложится. А теперь, друзья мои, хотела вам открыть по секрету маленькое тайно. Сегодня утром я пришла и обнаружила, друзья мои, что у нас здесь была короткая маленькая записка на столе. Обычно такую записку поставляет дальний гость. В этой записке было написано так. Дорогие ребятишки. Это вы, что ли? Да. Да, ребятишки. Я на праздник вам иду. И сегодня меня листья из леса в гости приведут. Как получите записку, время напрасно не теряйте. Значит, где-то близко я. Вы меня запевайте и меня встречайте. Кто будет написать такую песню? Осень. Вы точно уверены, что осень? Да. Но, друзья мои, если она написала эту записку, значит, она где-то рядом. Может быть, под окошком притаилась. Может быть, спряталась за портерой. Я думаю, что если мы споем красивую песенку, которую мы напевали каждый раз. О, где ты, где ты, милая осень? Может быть, она песенку нашу услышит и захочет к нам прийти? Давайте мы вместе с Аней попробуем ее этой песенкой позвать. Итак, раз, два, три. Песенку со мной начни. Сегодня я включила мелодию специально «Дети без слов», для того, чтобы мы могли порадовать осень своими звонкими голосами. Правда? Я знаю, что все у нас красиво поют. Не кричат, красиво ротик открываем. Песенку забивают, стараемся, ведь осень нас слышит. Где ты, где ты, милая осень, целый год тебя мы ждем. В лес соседней подробинки мы тебя встречать пойдем. Ах, такая осень, ах, такая, вся жутка листья золотая. И на листья серебряные капли песенки поют. Ах, такая осень, ах, такая, вся жутка листья золотая. И на листья серебряные капли песенки поют. Можно покружиться. Пусть все, кто снимает и фотографирует, увидит наши замечательные наряды. И запомнят нас красиво. И в другую сторону. Ветерок кружит то в одну сторону, то в другую. Молодцы. Остановились, покачали головой. Ой, лето. Я хочу упал. Ничего страшного. В пауте, как нет, прячется. В пауте, как нет, прячется. В пауте, как нет, прячется. Потом, потому что Саша решил, чтобы мы поделились на две половинки. Как будто бы сразу две команды. Фрукты и овощи. Или как будто бы дождинки и паутинки. Да, сентябринки и октябринки. Вот так поделились сразу на две части. А, кто обычно бывает ветер? А, я хотела спросить, я тут же ответила. Кто обычно летает осенью? Ветерок? Вот мы споем с ним. Ветер с осенью танцует. Их уже царит стопа. Разноцветные листочки подрядно летят. Ах, какая осень, ах, такая. Вся жена виситер золотая. И даже серебряные капли песенки поют. Ах, какая осень, ах, какая. Вся жена виситер золотая. И ветер с серебряные капли песенки поют. Замечательно, перья. Умнички, погружились снова легонечко. Как будто бы ветерок. Молодцы, друзья мои, тихонечко. Можно присесть, занять свои места. Замечательно, перья. Молодцы, умнички. Вот теперь я вижу все. Все подготовились и все готовы. Журавли на юг летят. Здравствуй, здравствуй, осень. Приходи на праздник к нам. Очень, очень просим. Здесь мы праздник радостный. Весело встречаем. Приходи. Тебя мы ждем. Тебя мы ожидаем. Ветерушка, смотри, как мы сделали. Иришка сядет в 110. Отлично, как мы рядом возле полики. Да, друзья мои? А теперь внимание. Раз, два, три. По сторонам. В разные стороны зайти. Песня на яве. В означ Zhang's solar. В тишину снг. На локошке стучится. Собираются шарики. Теревертные птицы. Меня вызвали, вот и я Привет осенние вам, друзья Не виделись мы целый год За летом следом мой черёд Вам нравится наряд лесной? Вы рады встретиться со мной? Осенние сады и парки Да, хороши твои подарки Целая осень мы тебя ждали Тебя вместе с подарками ожидали И поэтому сейчас ты вместе с нами в карау отстаешь А мы тебе расскажем замечательное стихотворение Становимся, друзья, все вместе Осень, осень, золотая труска бай И сегодня вместе с нами поиграй Ты в своём наряде ярком попляши Про осенние подарки расскажи Яблокам здесь каждый рад Да, да, да Любите вы виноград? Да, да, да Арбузы знатные? Да, да, да А дыни ароматные? Да, да, да Орехи спелые? Да, да, да А грибочки белые? Да, да, да Ну, а дождик проливной? Да, убежи скорее домой Побежали, 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 побежали Побежали, побежали, побежали Оставила осень Ах, не зря осень угадала Нашу Алёну по синеньку Ходи в серединку Теперь Алёнушке мы скажем Красивое осеннее стихотворение Осень, осень, золотая труска бай И сегодня вместе с нами поиграй Ты в своем наряде ярком попляши Про осенние подарки расскажи Я была там здесь каждый раз Да, да, да Любите вы виноград? Да, да, да Смотрите, мама тебя видела А? Арбузы знатные? Да, да, да Ну а дыни ароматные? Да, да, да А орики спелые? Да, да, да А грибочки белые? Да, да, да Ну а дождик правильный? Убежи скорее домой Подрежали, побежали, побежали, побежали А вот она забитая истёрая паутина Вот видите, друзья мои Наша Алена настоящая синенька Так она нас осень выручала Пока ты долго по садам, по паркам, да по лесам гуляла Каждый раз Аленушка нам помогала во всех наших песенках Поэтому приглашаем вас сейчас вместе с Аленушкой Спеть песенку, которую любят все-все дети И которую любят все-все взрослые Алена может подпевать Будем все вместе мы танцевать Осень, осень, осень голодая Наша гостья, гостья дорогая Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Мы писаем с полей колоски пшеничные Будут, будут у детей пироги отличные Ох, как ты задорно танцуешься Или нам? Нам нужно показать красивую качалочку Приседать да покружиться Молодцы И эх, с платочком, осенним листочком Покружиться Осень, осень, осень золотая Наша гостья, гостья золотая Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Принесла я вам с полей колоски пшеничные Будут, будут у детей пироги отличные Молодцы А сезонки становятся уже по вторым летам, как с октябрем Посмотрим, что мы с полей И качалочкой закачаем Так, это у кого уже кашель? Подожди до ноября Кошечка порадится и красиво покружились Осень, осень, осень золотая Наша гостья, гостья дорогая Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла Помидоры, огурцы принесла я сада И капустин, и бобы, кушайте, ребята Все красивую качалочку приготовили Ну-ка покружитесь, синеньки Все видели вас в красивых нарядах И... Так, машем платочком, листочком Ну, я думаю, что после такой задорной песенки Можно и отправиться туда Садимся, друзья мои, туда, куда отправляет за осень В самом начале, как только приходит, друзья мои А я прихожу не одна А со мной приходят мои братья-месяцы Я сейчас вам буду рассказывать о них А вы угадываете, о каком именно я говорю Опустел и лес, и сад Паутинки вдоль летят И на южный край земли Улетают жеробли Распахнулись двери школ Что за месяц к нам пришел? Осень Вот видишь, осень Настоящие ученики Саша да Ева Мальчик и девочка, которые стали учениками 1 сентября Они знают, когда раскрываются двери школ Именно в сентябре, 1 сентября Они пошли первый раз в 10 класс В какой? В первый класс А вот на следующий год В первый класс пойдет кто у нас? Аленушка Синя Тимофей Все они будут на следующий год 1 сентября Учениками Спасибо А ты, мой дружочек Хорошо, что пришла к нам в сентябре И сейчас наши дети тебе расскажут Что же делают в сентябре люди на полях, в садах и в огородах Что мы обычно там дети делаем? Что делаем? Готовятся к зиме Правильно, люди делают запасы Все готовят к зиме А что они готовят к зиме? И в осенью покажем, что же наши дети могут узнавать И как они умеют определять, где овощи, где фрукты, где разные продукты Вот мы положим сейчас коробочку на пол А дети будут рассказывать В какую сторону? Влево мы будем складывать фрукты А вправо мы будем складывать овощи Интересно мне будет узнать, как же мне это определять? Ну-ка, кто-нибудь первый Подскажите мне, что это такое? Яблок Яблок Гранат Ну-ка, гранат, правильно А что такое гранат? Это фрукты или овощи? Фрукты Фрукты Хорошо, кладу А теперь подскажите Ой, а это что такое? Наверное, никто не знает Ты А что это такое? Компот Можно, значит, из него компот готовить, да? А что? Компот Правильно, молодец, умничка Мама, молодец Ну, Селена, Владима С вас с кашей рисовать тыквой Значит, это овощи Это что такое у нас, друзья мои? Котовка Ну-ка, смотрим Крик Крик А леб Дуб Ничего себе, никто не догадает Видите, она какая хитренькая Смир Репа Репа, конечно Репа сам из себя не узнала А куда вы ее положите? Гранату? Нет А куда? Тыкве Тыкве Хорошо, кладу тыкве Это у меня что такое? Банат Банат Вы думаете? Банатчик Овощ Вот, Лена я сейчас всем покажу Лена знатный кабачок нам принесла Всем его показываю Ольга Сергеевна Узнаете свой кабачок Санкт-Про-Восеньки? Агута, конечно Лена, как никто другой знает Что кабачок А куда класть кабачок? Круто Салат Станк Вот еще что? Стех Варенье Варенье Молодец, хозяюшка Умничка А это, друзья мои, что такое? Ой, вот это да Это фиолетовый плод Что это? Слива Что можно приготовить из сливы? Варенье Варенье Вот варенье Молодцы Умнички Куда я ее кладу? Фрукта Так, у нас уже три фрукта И три овоща Чего больше мне до сих пор не понятно Наверное, потому что вы такие, друзья мои, дружные Что мне, наверное, не одарит Я думаю, что все это нам могли бы детям помочь перенести Правда, Осень? Я думаю, что сейчас мы быстренько Раз, два, три На две команды разделимся И будем помогать остальные овощи и фрукты Приносить на стол Построились две колонны Раз, два, три А ты, мой дружочек, вот сюда становись Вот здесь будешь главный, самый первый Вот здесь, самый первый Скорее, скорей, скорей Командир 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 ночной бригады Создавись Так, Сабина, выйти, не зевайте Скорей переносите Побежали, побежали Скорей, скорей Молодец, молодец Саша, умничка Хорошо Стали, стали Марселин Лусы На свое место Молодец Михаил, Тала Хорошо Саша, уже все Уже осталось Скорей, корей Сиди на местечко Теперь Саша, уже побежали Я же не знала, что будет Колясик участвовать Так, молодец Как хорошо, что позвали Коля Он нас выручает Молодец Ничего не прошло Молодец Молодец Леночка, вперед Борис, 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 борис Борис, борис, борис Молодец Это ты уже бегала Второй раз Так, молодец Саша, ты в какой команде, Саша? Команда Абрикос Правильно? Да Правильно Мандарин Правильно? Да Правильно Сливу я сама положила А вот эту кукурузу Кто принес? Молодец Молодец Леночка Леночка вошла в роль Осень, которая гуляет по огороду Так Думаем, куда нужно было Отнести кукурузу? К овощам К овощам Так и быть Минус одна ошибка Переходим ко второму столу Посмотрим, как справились огородники Ну-ка Белый Что это? Чеснок Молодец Умничка Самый зубастый овощ Потому что состоит из зубчиков Правда? Зубчик снимаем и его едим Такой Это что такое? Картошечка Молодцы Умнички Это что такое? Капуста Ну-ка, капусточка Молодцы Это что такое? Баклажан Это баклажан Молодец Муничка А теперь скажите Ой, а это что такое? Банан Банан Разве банан уместо здесь? Нет Нет Минус одна ошибка А теперь смотрим Ой, вот это да А ну-ка поглядите Это что такое? Груши Вот эти груши висят у меня в руках Не могу я их скушать Чтобы помочь огородникам Разве им место среди овощей? Нет А куда их нужно отнести? Теперь надо отнести сюда Вот мы их отнесем Ой А вот этот лук Куда же мне добавить? Не могу понять Овоща Овоща Теперь мы с ними разобрались Раз, два, три Понятное дело Огородники Своё место жами Занимаем местечко Молодцы 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 Мои друзья Молодцы Продолжим наш праздник Дальше Молодцы 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 И шваром раскакаетесь. О, здравствуйте. А что вы тут делаете? А? Что молчите? Я вас спрашиваю. Что вы тут делаете? На праздник осенью пришли. А, какая смелая лёвочка. Ну, а вот я тут на деревенской службе состою. Огород охраняю. А может... Ань, вспомнил. Вы, наверное, путешественники, да? Нет. Ну, тогда забудьте. Мы хозяева этого клуба. Мы тут живём, играем, танцуем, поделки разные делаем и даже устраиваем здесь весёлый праздник. И сегодня у нас праздник урожая. Праздник встречи с осенью. Сегодня мы решили здесь устроить огород. Может, потому-то к нам чучело огородное и пришло? Потому что здесь у нас теперь огород и тепло, и сухо. Тебе, наверное, одиноко стоять. Да. Но я вам разрешаю остаться при одном условии. Если вы не будете разорять мой огород. Да нет. Согласны? Не будем. Не будем, друзья мои, разорять огород? Нет. Мы даже тебе, Кугола, расскажем о том, что может произойти, друзья мои, в огороде. Правда? А для этого нам нужно только немножечко приготовиться. Ты пока постой, подожди, а мы пока повернёмся. Ну, пусть сначала Кугола скажет, как его зовут, а то как нам его... А, а что, у него есть особое имя? Да, я забыла, что перейти. Меня зовут Кугол, а фамилия моя огородная. За огородом я слежу, огород я сторожу, чтоб сюда не прибежали и капусту не украли волк и лисица, и бобёр, и куница, зайка усатый, мишка толстопятый. Теперь нам понятно, что служба твоя ответственная и важная. Ты знаешь, ты пока эти руки у нас тут постой, отдохни. Вот там, между столами, своё место займи, а мы превратимся в огород. Раз, два, три, кто участвует в сценке, мы поспорим. Я! 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 Как мы репетировались, садимся садимся, садимся, а мне понравилось, что садимся, садимся уже не хочется. Уже ей хочется быть отдельно, да, мой дружочек? Да, молодцы! Садятся в овощи, садятся в овощи, садятся в овощи, садимся. Она, она очень красивая, как раз речка такая. И в конце поиск, место своё, богороди, займи. Все заняли место? Да. Так, молодцы, хорошо. Саша тихонечко сел на коврик. А, нет, это не Саша, это же горошек. Горошек, садись, мой дружок. Итак, раз, два, три, по сторонам, смотри. Поприяюсь в огород, посмотрю, что там растёт. Все ли овощи созрели, все ли фрукты саду поспели. Ой, а в огороде пусто, нет ни лука, ни капусты, нет гороха, огурцов, помидоров, побочков. Свёклы, речки не вязать, что ж на зиму запаснуть. Кто на грянках побывал, кто все овощи собрал, и козинку не найду, похожусь в лесу. Ищет осень, а овощи зря не сидят, между собой, и овощи, к крачу вам-то, разговор ведут, говорят. Слышу, кто-то тара-тара, овощи в корзине спорят. Кто-то плачет. Речка плачет, не унять, что случилось, не понять. Это не сестрица, не хотим с тобой водиться, и в корзинку к нам сюда не пропустим никогда. Я прошу, не выгоняйте, речку бы не обижать, я не закрапчуна, просто цветом чурная. Все уны не красиво быть, не хотим с тобой жить. Грязная и красная, просто безобразная. Это капуста самая знающая. Сразу понятно, знает во всех овощах кто. То ли дело помидор, оторвать не может завор. Да, друзья мои? У него каптан отласный. Он всегда... Да, только он слов не знает, а я за Вовку говорю. Да, друзья мои, мы скажем о том, что это Вовка. У него каптан отласный, он красивый, ярко-красный. То ли дело огурец, сочный, яркий, 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 цесаря, салинками, по концертам не стыдно. Он должен все... Молодец. Ну а огурчик малосольный? Да. Съешь огурчик. Можно я повернусь, я не буду сзади кончу. Начинаю все снова. Съешь огурчик малосольный, очень будете... Ау, шеша огурчик, я появился конч. На зубах. На зубах. На зубах. На зубах. Я рядом могу угаски. Умничка, молодец. Так и хочет этому огурцу похлопать, правда? Он так старался, про себя только стихотоп-то писал. Ну, а что же нам скажет горох? Такой же зелененький, рядом сидящий. Эй, горох, помоги. Я зелененький цветом. Я не прох. Так. Я гляжу. Я гляжу. Да, я в землице не сижу, с высоты на всех гляжу. Видите, какой наш горошек хитренький. Садись. Каждый, каждый шарик, дробинка здесь серединка. А что нам скажет зеленая их подружка? Так и сидит рядом со всеми зелеными своими братьями. Ну, капуста. Еп. Давай-ка. Чтобы. Семь, а была пустая, я гасила все капусты. Сиденькая белая, потому что спелая, а моя зеленая, сочная белая. Умничка, молодец. Говорот мой оставил на себя все. Так, так, так бывает. Ой, а твоя подружка прям напротив сидит, столько места заняла на грядке. Сразу понятно, что прячется, под листом. Кто это там скрутилось круглым колоком? Ну-ка, расскажи про себя. Хоть в земле сижу я крепко, плавать, скажем, все увидим. Самый радостный мой цвет, среди вас такого нет. Умничка, молодец, хорошо. А кто еще рядом с тобой тоже прячется в землице? Ну-ка, поглядим, кто тут еще прячется в землице? А кто? Все. Ну-ка, расскажи про себя, у меня чудесный смех. Хочу сказать вас, что редиска, речка, что она речка, если сладко. Умничка моя девочка, вот когда не улыбается. Так, так и есть, редко, редиска, да и редко большая, прибольшая семья. Что нам скажет Редька в такие слова? Ну-ка, хоть и редиска. Редиска и мала, но вступила за меня. Рада я сестре такой, мы подружимся с тобой. Ну-ка, яркий цвет. Я красив, друзья. Понимаю. А это я. У вас так много красоты, только мало красоты. Я думаю, что спор решить должна все осень. Сказать слова ее мы просим. Всех я помирить хочу. Спор не нужный прекращу. Важна польза, а не цвет. Вот вам осенью ответ. Все уснылы, все болезны, нагоняете болезни. С Редькой надо помириться, черной Редьке поклониться. Если горло заварело, если кашляешь, продрог. Все. Я скажу, что под посту всем поможет Редьке на сок. Некрасиво и черная и витаминами полна. Помирила всех нас. И пластина, Редька, осень. Умничка, ты моя красота. Редька, ты нас прощаешь? И что же ты нам говоришь? Выходи, дитка, и не денежно посадить. Сейчас мы поем веселый пряст. Ну-ка, овощи в круг все вставайте. До пуголов гости к нам приглашайте. Я думаю, что все вы выросли такими большими, красивыми и спелыми. Только потому, что пугало в огороде стояло, до всех вас от ворон, до от галок, до от всех оно нас сохраняло. Возьмемся красиво, красиво в круг и споем нашему огородному пугало такую песню, которая ему очень может понравиться. Споем так, чтобы он ее услышал. Это будет для него наше поздравление. В огороде чучело, шляпула на кучело, рукавами машет, тут такой купляшет, это чучело оно, старожит по стадерам. Пойдем в другую сторону? Чтобы птицы не летали, чтобы горошек не клевали. Вот какое чучело шляпуна в кучело, кринышек на палке, пусть боятся на палке. Я думаю, пугало, что ты уже устал стоять, думая, что тебе, наверное, бы захотелось с нами поиграть. Уж больно нам нравится игра с тобой. Давайте, друзья мои, расскажем вам стихотворение. Глядишь, может постоять не будет, может быть побежит. Как там она начинается? Кто мне поможет? Что нужно приговаривать? В оборуде полетели. полетели. Как-как-как-как, как-как-как? Как-как-как-как? Как-как-как-как. Мы готовы? Сашку, Пугало, осталили. Сашкой будем мы сейчас играть. Сашку, Пугало мы будем сейчас наряжать. Ну-ка, Саша, выходи. Ну-ка, Пугало помоги. Вот у нас стоит, наверное, улетел. Поехали снова все вместе. И в огороде угола целый день стоит, и по сторонам оно целым днёт глядит. Птицы лишь появятся, сразу зашумит, ну а как осевится, даже подбежит. Раз, два, три, не зевай, птицы. Вот это да! Ну, Сашка, молодец! Ну, я думаю, что горе выручает, Саша в уголок помогает. Так, становись, Сашур. Молодец, ну-ка, помоги. Ну-ка, огород наш пограни. Да, и садочки. Вот вас уже трое, молодцы. И в огороде угола целый день стоит, и по сторонам оно. Птицы лишь появятся, сразу зашумит, ну а как осевится, даже подбежит. Раз, два, три, не зевай, птицы. Парень, да-да-да! Вот это да! Ну, теперь, Тимофей, у нас помогает. Теперь давайте, я согласна, пока мелодия... Да, снимай, пожалуйста, чуть-чуть. Нам Алена осень предложила, чтобы мы песенку сбили. Только, друзья мои, если мы песенку будем петь, то уже, друзья мои, игры получится уже совсем другая игра. Давай порадуем нашего Тимофея стихотворением. И в огороде угола целый день стоит, и по сторонам оно день и ночь глядит. Птицы лишь появятся, сразу зашумит, ну а как рассердится, даже подбежит. Раз, два, три, не зевай, птицы. Парень, да-да-да! Геночка, полутинка, вот как теперь нас уже много, друзья мои. Теперь уже так много пугала, что ты можешь уже в огороде у нас не стоять. Уже тебя другие детишки будут заменять. А теперь, моя хорошая, тихонечко сядем на стульчик и продолжим дальше нас чем-то радовать. Слушай, пугала, ну-ка, пугала, что ты нам хочешь сказать? Говори. Я бы хотела вас проверить, а знаете ли вы загадки? Да! Конечно, знаем, а на них даже отвечать умеем. Ну, посмотрим сейчас. Так, что там? Вот, все, вспомним. Он висит над грязкой, круглый, толстый, гладкий, в щеке, да красна натер. Красавец красный? Помидор! А, видишь, тогда не справились, да? Не пугайтесь, если вдруг слезы лить заставит... Это лу! Отлично, все это сказали тоже. Это было легко. Я много загадок помнил. Да вот, у меня же вместо мозгов там... Что, солома? Да, солома. Так, дети обычно бывают. Из чего же делают, друзья мои, настоящие пугало огородное? Напивают его соломой, правда, друзья мои? Чтобы он был похож на такого огородного страшилу, которая всех пугает. А теперь, друзья мои, ну-ка, давай-ка мы с тобой пугало сделаем по-другому. Это все знают, что ты хочешь их спросить. Сейчас мы устроим такой конкурс, который ждут обычно все дети на свете. Это будет сладкий конкурс. Каждый из детей будет глазки закрывать. А мы с тобой будем детишек чем-то вкусным угощать. А детки это съедают и нам рассказывают, что же они съели. Договорились? Договорились. Только договоримся так. Никто друг дружке не помогает, а все только тихонечко смотрят и наблюдают. Первому человеку мы подойдем к Иришке. Иди сюда пугало. А ну-ка посмотри, послушай, как наша Иришка будет... Я дотянусь, мой душочек. Дотянусь. Ну-ка, Иришка, ротик открывай. Так. И внутри проглатывай. Что это такое, Иришка? Яблоко. Ну, молодец, умничка. Без ошибок ответила, с яблочком справилась. Мы сейчас, Ленке, что-нибудь сложное дадим. Ну-ка, раз, два, три. Ну-ка, Леночка, что это такое, говори. Что, что, что это, Леночка? Виноград. Ах, как Лена, видите, хоть виноград здесь у нас и не растет, а она справилась с этим замечательным плодом. А теперь раз, два, три. А ну-ка, веселый мой мальчик, глаза закрывай. Да вот это съедай. Что это такое? Такое. Ну-ка, хитрый. Он думал, я буду раздавать яблочки да сливки. Так. Так. Это что? Это Красный Перец, мой друг. Я думала, ты как мужчина справишься, давай сторонку. Так уж и, эй. Такое не будем никому, значит, больше. Хотя он такой увидел, спросил он в понедельник домик. Значит, ответил, спросил. Раз, два, три. Ну-ка, Тимофей. Что это такое, говори. Что-то вкусное, сказал Тимофей. Но с первого раза, ну-ка, что-то очень знакомое, правда? Да. Что же это такое? Может, еще раз повторить? Ну-ка, давай, закрывай глаза. Ну-ка, раз, два, три. Никто ему ничего не говорит. И маловато будет. Ну-ка. Еще. И рюмку. Виноград? Да нет, не виноград. Прошла мимо восемь. Прошла мимо восемь. А я тебе так подскажу, мой дружочек. Овальный. Овальное синее на дереве растет. Слива, сочи. Вот так оказывается, что это такое было. А теперь, ну-ка, раз, два, три. Ева, что это такое? Говори. Огурец. Ева всегда. Правилось, молодец. А теперь, дети, посмотрите, как. Коля тоже очень хочет чем-то вкусненьким угоститься сейчас. Ну-ка, мой дружочек, глазки закрывает. Так, ну-ка. Что это такое? Он уже свое получил. Зачем я буду что-то узнавать? Ну-ка, что там? Что это, Коля, такое? Ра, грустная, ладкая, яростная ветки. Любят меня взрослые, любят меня детки. Как вы думаете, чем я угостила Коля? Конечно, это было яблоко. А вот сейчас вот этого мальчика угостю чем-то таким, что, наверное, еще никто не ел. Ну-ка, давай-ка, мой дружочек, открывай, гороскоп. Скорей, гороскоп. Открывай. Ой, что такое большое. Даже два накололца. Ну-ка, что там такое? Ну-ка, задумывайся. Ой, ничего себе, вы видите? Ну, мастер опознавания. А теперь раз, два, три. Так, редиска сидит, меня уже ждет. Значит, надо редиску с чем-то таким вкусненьким угостить. Так, ну-ка, редиска, раз, два, три. Что это такое? Ну-ка, говори. Ну-ка, яблоко. Точно, молодец, справилась очень хорошо. Так, тебе, подружка моя сной. Раз, два, три. Глазки закрывай. Так, открывай. Побольше, этого еще ни у кого нет. Нет, это не перец. Мама, это не перец. Ну-ка, думай. Мама, помидор. 120 рублей. Помидор. Помидор, конечно же. Конечно, он не такого куста, как у Алба. 50 рублей с огорода. Он уже типичный. На перец тоже похожий. На перец тоже похожий. Рядом, наверное, лежали. Подружились. А теперь раз, два, три. Ну-ка, Ксюша, что это такое? Говори. Точно, молодец. Все, умничка. Так, теперь Саша. Саше сейчас что-нибудь сложненькое. Ну-ка, давай-ка, Сашуль. Точно, молодец, хорошо. Так, ну-ка, Ижгенчик. Раз, два, три. Что это такое? Говори. Молодец, умничка. Правильно. Кусочек дыни. Отлично. Всего лишь один кусочек. Пусть будет дыня. Пусть будет дыня. Чтобы никого не огорчать. Ну-ка, раз, два, три. Ротик свой открывай. И это съедай. Что это такое? Говори. Точно. Я справился очень хорошо. Кто еще в игре не участвовал? Я. А, осень. А, осень любит этот самый вкусный конкурс. Все разглядела, это хитрая осень. Раз, два, три. Так уж и быть. Открывай рот и говори. Что это такое, осень? Что это такое? Это твоя подружка. Салфетка. Где, Ирочка? Что это такое? Салфетки. Она хочет салфетки. Она хочет салфетки. Здравствуйте. И теперь, мои хорошие, я вижу, что у нас с вами большой-большой хоровод. Выходи вместе с нами в уголок. Становись в середину. Так, хорошо, 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 хорошо. Смотри, прям вы можете. Смотри. Нет, у нас один будет. Один будет. Так. Вот мы вместе с вами в кругу стоим. Сейчас, пока музыка будет играть, мы будем друг дружке лук передавать, а потом, как только музыка остановится, нужно больше стихотворение рассказать, или танец танцевать, или что-нибудь интересное. Друзья мои, пока музыка играет, раз, два, три, не стоим, и друг дружке лук передает. Ну-ка, передаю, передаю. Из рук в руки, из рук в руки. Из рук в руки. Стой, стоп. Осталась луковичка в руках у Иришки. Сейчас, наверное, Иришке хочется красивое стихотворение рассказать, а нам Иришку послушать и помолчать. Ну-ка, Иришка, приготовься, на осень посмотри и свое стихотворение о парке. Красиво-красиво всем расскажи. Хоть и тость, на шампанке, да, и тость, всем подарок. Мусы классные, зимы и палки розы, осень, зончик, желтый, да, пояс, ух ты, осень, да, и да. Умничка, молодец, хорошо расходила. Одно и то же стихотворение могут несколько детей рассказать. Поэтому не стесняйтесь, если луковичка в вам руки попадет, расскажите то, что вы знаете. Договорились, друзья мои? Раз, два, три, дальше луковичку передаем. Давай. Передаем, передаем, передаем. Давай, давай. Ой, осталась рука у Ксении. Ксения, приводокся. Ксения, у тебя есть замечательная семья. Только Ксения, осень, ты уж не обижайся. Пусть Ксюша повернется к своей маме. Так хочется мамочке заснять, какая она красивая, нарядная. На утреннике осеннем стоит. И для всех, всех, которые ей говорят, повернись к маме. Пусть мы с верой украшаем, так же смех повернись, вот осень горнит урожай. Пусть мы с вами. Пусть мы с верой украшаем, 7 лет. Вот сейчас посмотрим, если луковичка к тебе в руки попадет и нам расскажет. Передаем дальше луковичку. Молодец. Ой, вот это да. Луковичка в руке у Леночки попала. Странно захотелось у Леночки в руках кататься. Сейчас Леночка нам расскажет красивое стихо-порядие. Летят, 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 родинки, не вытесли с ворот. Во вымокшей тропинке сырой туман пройдет. Умничка, молодец. Давайте-ка дальше устроим. Пусть наш дальше луковичка из рук в руки попадет кому-нибудь. Посмотрим, кто же будет рассказывать следующий. Ой, вот это да. Луковичка попала прямо в руки к Тимофею. Тимофей тоже в первый класс идет. И сейчас Леночка, в сторону, чтобы дедушка тоже мог снять. Спасибо большое. Раз, два, три. Ну-ка, Тимофей, красивое стихо-порядие расскажи. Уж небо осенью дышало, Уж я за солнышком блескало, Короче становился день, Лесо в таинственной осень С печальным шумом обнажалось. Ложился на поля сурман, Усень в ликливых траван, Тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пола, Стоял на яблевых траван. Умничка, молодец, хорошо постарался. Ну что же, хочется у Луковички дальше в поход пойти? Ну-ка, скорей, скорей, скорей. Ой, вот это да. Луковичка прямо в руках у Аленушки. Ну-ка, Аленушка, помоги. И из твоего стихотворения К нам красиво расскажи. За окошком лист осенний пожелтел, А так плавался, закружился, полетел. Желтый листик подружился с ветерком, Все играют и кружатся под окном. А когда веселый ветер улетал, Желтый листик на асфальте заскучал. Я пошла во двор и листик подняла, Принесла домой и маме отдала. Оставлять его на улице нельзя, Пусть живет все зиму у меня. Ой, какая. Спасибо большое. Так и хочется дальше мне с Луковкой поиграть. Но кажется, что-то кукла хочет нам сказать. Да, вот стоялся я у вас тут. Мне пора идти к другим посетителям моего огорода. До свидания, ребят. Пока-пока. Ждем тебя на следующий год. Всего доброго. А мы, друзья мои, с огорода еще не уходим. Раз, два, три. Две команды становись. Дальше праздник огородных продолжаем. Дальше вместе все мы поиграли. Один, два. Значит, мы перевозим по две картофелины в каждый. Когда музыка зазвучит, Сколько картошек возьмешь? Две. Две. Только когда зазвучит музыка. Только когда зазвучит музыка. Понял? Мне кажется, несправедливость какая-то получается. Сколько в этой команде? Один, что? Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дима Криви, становись на семь. Семь. Хорошо. Кто сюда седьмой? Осень, переходите. Дальше. А здесь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так я вижу, что у вас здесь семь. У них там семь. Ну-ка, становись. Так, становись, мой дружочек. И теперь? Машины есть? Есть. Картошки есть? Есть. А теперь самое время. Большую-большую коробку сюда привезти. Так, ну, Лила, сильно мне нужны ящики. Не стоять на подоконнике. Три. Скорей, скорей, перевози. Штир. Выдавай. Штир. Везем по две. 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 Везем, везем. Пригон, пригон. Ира, 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 ира. Ира, ира, ира. Молодец. Дальше. Ира. Молодец. Еще одна. Помощь, Визита. Воевай, воевай. Давайте. Молодец, Визита. Здесь уничтожка. Визита, визита. Сюда, выка, мы сегодня. Спасибо. Всякое бывает на дорогах российских. А кто-то из Визита спал, в чистый воде, да? Спасибо. Дальше другие. Ну, конечно, поехали дальше. На дело делаются те, кто уже у нас давно работает. Потеряем половину, уважаем по дороге. Так бывает. Супок католичнее. Жару давай. Кто у нас тут в огороде работает? Ну-ка, молодец, молодец. Всегда есть сопровождающая группа в церкви. Молодец. Хорошо. Кто-то раньше, Тимофей? Так, еще пристал. Мы здесь праздник продолжаем. Так, у нас на дорогах всегда есть. И как так же. Тимофей, Молка, давай, так. Так, давай, ездите. Видишь, Молка, так хотел второй раз. Лежать. О-о-о. Молодец, иди, иди, иди. Молодец, молодец. Пока, Картеш, нести, иди, иди. Молодец, пока. Давай. Давай. Скорее, скорее, скорее. Молодец. Вот это да. Почти все успели. А все, что не успели, под снегом оставим. До следующего раза. Глядишь, на следующий год тоже урожай собирать нужно будет. Дети, получилось очень хорошо. А теперь, друзья мои, пока еще никто не разошелся. Давайте-ка мы посмотрим. Очень хорошо было вам и легко перевозить катушку. Остались в своих двух командах. Посмотрите, какие у нас огромные тыквы выросли в огороде. Одна тыква. Повеньше. А другая помощь. Молодец. Попадите! 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 Раз, два, три. Эшгенчик, эшгенчик. Ты как будто... Молодец, молодец, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Умничка, молодец, получилось? Ой, какая она тяжелая, поднимать ее, конечно, не надо. А теперь, друзья мои, смотрю, что справились все очень хорошо. А теперь, мои бабочки, возьмемся за руки и споем красивую-красивую песню. Песенку осенней. Сори, соли, 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 соли. Сори, соли, 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 соли. Раступайся, худык, раступайся, почой. Оставайся, дай, 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 дай. Играет с утра до заката, и хуже сбирает, как снег. И, кажется, дворник не самым богатым, а летят счастливее все. Вот, оказывается, осень. Ты, наверное, не зря стояла у нас под окном. Вместе с детьми выучила это замечательное стихотворение. Но наши дети знают много стихов. И сейчас мы тебе опять же вместе расскажем, друзья, о такой ягодке, которая, друзья мои, созревает только в начале сентября. Кто это такое там поспевает? Ну-ка, вместе подпеваем. Пусть детьми выучила это не холоднее. И от птичьего крика в сердце только грустнее. Саи птиц улетают прочь за синее море. Все деревья блистают в разноцветном уголе. Солнце реже смеется, нет цвета плодовой. Скоро осень проснется и заплажет на солнце. Друзья мои, это замечательное стихотворение. Мы тоже учили в самом начале осени. И осень, наверное, слышала. А сейчас, друзья мои, мы расскажем о такой ягодке, которая, к сожалению, одна осенью, да не сладкая, а очень горькая. Что это за ягодка горькая? Конечно, рябинка. И хоть у нас эта ягодка рябинка в этом году не уродила, совсем ее мало на нашем деле. Наши девчонки, как рябинки, сейчас превратятся в красавица. Маленьких рябинок, вкусненьких грустинок. И станцует для тебя осень красивый танец. Ну-ка, девчонки, раз, два, три. Мальчишек на танец скорее зови. Она один и каждый красивый плакет. Мои хорошенькие. Итак, вспоминаем, девочки, кто мы такие? Мы сегодня не Маринки, правда? А кто мы? Не Алены, не Иринки нарядили себе в каштинке. И Саша. Вот и осень наступила. Все вокруг подрумянило калину, разрумянило рябину. А теперь раз, два, три. На девочек наших скорее посмотри. Не Алены, не Иринки нарядили себе в каштинке. Мы не Алены, не Иринки нарядили себе в каштинке. И на празднике на наших очень весело попляшем. Теперь, ребята, не зимай, ты нас на тазик уребешься. Пошли, девчонки, мальчишек завлекать Молодец, Марсель, кот кольдом Первый, самый красивый выбрал И пашель и кружится Молодцы, даже знают, как кружится Сабину не пригласил Он посмотри, Сабина, а вот Сабина Смотри, Сабина стоит, скучает Вот и встретились два одиночества Сейчас мы в конце кусочек Дети, не успел, вот здесь вот кусочек Для вас, воплоть Молодцы Оградны Да Ничего страшного Курнички, а теперь превращаемся в девочек и мальчиков В одну сторону мне шатли Огороды Огоняются леса Молкнут птичьи голоса Мишка в спячку завалился Что за месяц к нам явился? Как называется второй месяц? Второй месяц Октябрь А как все слова вам помогли отбирать, что это был октябрь? А ну-ка еще раз нахосим Как там говорилось? Помогай еще раз, давай раз Все прочнее лицо природы И действительно, все уже не так весело, друзья мои Не так, как было в сентябре Все стало гораздо грустнее Опустили огороды И действительно, в октябре уже весь урожай собран Все мы уже урожай не собираем в огороде Огоняются леса А, точно, становятся раздетыми леса Что с ними случается? Листики упали И поэтому деревья разделись Дальше Молкнут птичьи голоса Так и есть Много птиц уже к этому времени улетели в теплые края Мишка в спячку завалился Да, нет, только мишки в середине октября ложатся стать Что за месяц? Ну, наконец-то Теперь точно дети должны отгадать Как там месяц называется? А, сделаем Теперь, когда мы сделали анализ этого стихотворения Я думаю, что все запомнят Молодцы А теперь, друзья мои Мы вместе с вами будем сейчас кого-то сказать Скажите, что случается со всеми насекомыми дети? Они умирают Нет, не умирают Они не умирают Правильно, Редочка Они, друзья мои, прячутся Скрываются И спят в листиках В корешках Они прячутся, друзья мои Прячутся в стволах деревьев И, деточка И сейчас мы будем некоторых из них с вами искать Ко мне подойдет два человека Это будет Саша Выходи, Сашенька Я Другой Саша Извини, вот наш Саша Сашенька один, который постарше Потом я тебя позову тоже Подожди, мой дружочек Саша подойдет И Тимофей подойдет Так, молодцы Я для мальчишек Приготовила очень сложный конкурс Сейчас посмотрю, как эти мальчишки будут мне помогать Маленьких пчел Спасать Вот здесь в листве спряталось очень-очень много пчел Эти пчелы непростые Они сладкие Вот сейчас наши мальчишки будут эти пчел спасать А потом нас этими пчелами угощать Садись, Вова, ты будешь во втором конкурсе Обязательно Так, молодец Одна коробочка И вторая Итак, приготовились Саша и Тимофей У Саши своя коробочка Посмотри, кому дружочек она находится слева А у тебя коробочка Справа Вам нужно собрать По три пчелки Понятно? Одну пчелку нашел Потом вторую нашел И третью Договорились? Три пчелки нашли Сразу их ручки вверх подними И ты тоже будешь во второй раз Не говорили? Не волнуйся Обязательно будет время тебе Раз, два, три Скорей, скорей Пчелок, зайди, помоги Раз, молодец, хорошо Молодец, нашел Садись Садись к себе на место Теперь выходят Саша и Вова Саша, выходи Сашенька, врачок Так, молодец Саша и Вова сюда Саша, сюда Приготовились Саша, у тебя коробка где? Вот там коробочка Молодец, которая находится слева А у тебя где коробочка? Справа Раз, два, три Пчелок, три, найди Побежали к челку Три Молодец Садись на твое место Садись на твое место А теперь Раз, два, три Ирочка и Лена Выходи Ты покосни Ты покосни Подожди Подожди Раз, два, три Ирочка и Леночка Беги Молодец Молодец Садись на твое место Хорошо А теперь выходят Раз, два, три Эльсон и Эшген Выходи Так, молодец Хорошо Приготовились Раз, два, три Пчелок, найди Умнички, молодцы А теперь, друзья Раз, два, три Друг дружка Этими пчелками угостил У каждого Друг дружка Тот, у кого останется две Будет нещедрый А ну-ка раздаем Быстрей Дружке Скорей 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 У всех есть пчелки Так, ну-ка, ну-ка У сабины Ну-ка, Сашенька Проверю сабинки Кто у нас самый щедрый хозяин Сейчас будет Скорей 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 Молодцы Скорей Садись Садись Ирочка Взрослый Кого-нибудь угостит Скорей 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 Бегом 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 Так Молодцы Всем угостят 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 Молодец У тебя было Хорошо Все 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 Угостят Мамочку Вместе Расскажем О листопаде Съели Души Вспоминаем Сигареты Утром И кто там у нас Это знает Мне тут Страшно Мой хорошенький Вот Ловко Я вспомнил Омочка Тихонечко Оставай Нам стихотворение Для осени Красиво Рассказывай Магазин Красный Цена Кому А все Кому понравилось Больше Цены растут Итак Нам сейчас Расскажет Стихотворение Красиво Вова Рукового Рукового Приготовился Стало Светлее Стало Вдруг Светлее Вдвое Двор Солнечных Солнечных Лучах Это Властье Замастое У березы На плечах Молодцы Друзья мои Вот видите Только мы идем Подлог Вместе Солнечных 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 По закону Летят И летят 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 Дети Это называется Дружба А теперь мой Ну давай Теперь мой Ну-ка начинай Парад у нас Ах Добрый Ну сюда Давай-ка Давай-ка Вместе Дети Еще раз Я вам скажу Для Вобы Это вообще Шикарно Когда его Поддерживает Весь зал Вот так Появляется Патриотизм Когда чувство Родины Помогает И усиливается Молодцы Друзья мои А теперь Самое время Раз и покрепились Петь писанку Падают Падают Листья Чтобы наша Осень услышала Как мы песню поем И стоим Друзья мои И стоим Вот эту красивую Писанку И летит Да Отпустите Очень Друзья Она уже Палатинная Вторые Да-да-да Сейчас Приготовились Скорей 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 И Падают Листья К нашим Саду И Снова Желтые Каж И Листья К 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 ПЕСНЯ 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 Вот и подручили с детьми, видите, как выходит на сцену с седьмого дня, и я опять работаю. А теперь, друзья мои, что-то вижу наша осень, друзья мои, грустит, что-то хочет нам сказать. Ну-ка, дети, тихонько садимся и подружим, что-то осень скажет. Корей, корей, корей. Как жалко праздник покидать, но этот час. Не хочет осень уходить, очень улыбывается. Вы знаете, как мы в такой грустный денечек ждем этого солнечного лучика. И когда солнышко улыбается, мы говорим, вот и осень улыбнулась. Мы ее понимаем. А я ее не понимаю. Ну-ка, дайте. Я очень долго. Я очень долго. Так, приготовились. Так, вокруг осенью круг и сыграем нашу песенку осенью. Ирошеньки. Давай я маленькую снимаю. Идем. Раз, два, три. Букен до спец унеси. Вместе все песни надеваем. И осень далётый путь провожаем. В сторону вас стоит. И опашем пели, и сын улетели. Осенью, 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 осенью. Мы на дороге, холод на пороге. Осенью, 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 осенью. В тёмные садочки, я работну в ножки. Осенью, 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 осенью. Курая погода, рыбная природа. Осенью, 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 осенью. И поклонились. Вот такой красивой песенкой, дети, мы и провели вместе с вами гости. А теперь, тихонечко, мы не отдаёмся, мы не поломались, не будем. И помашем осенью, до свидания. И пока-пока-пока. И мы не можем сидеть возле одной картинки. Поэтому, мама, мы так предложим. Пока мы сейчас будем веселиться и здесь на коврике играть. Наши папы столы растают, а мама их накроет. Красивые скатерки растерят. На каёшке фрукты нам разложат. Сорок восени. Мы будем не только киркурушек. И я уже... Вот видите, она у меня была. Вот тоже всё ради вас было. Желаю, в конце, в конце. Обязательно. Жалко, Лена знает слова. Как же не вывод? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok